Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Меня зовут Анастасия Рязанова. Я психолог-директор автономно-некоммерческого организма Центра пространства общения. Сегодня мы здесь с вами все вместе собрались про то, чтобы продумать про семьи, где растут дети с особенностями развития, подумать про это с точки зрения семей, с точки зрения поиска ресурсов. Да, с точки зрения поиска ресурсов. И в нашем центре у нас такой большой опыт работы, многолетний опыт работы с самими ребятами, с самыми разными нарушениями развития разного возраста, в том числе с детьми с церебральным пролечом, с множественными нарушениями развития. И для нас такой очень важной частью и направлением нашей работы является психологическая помощь родителям. У нас есть программы и групповой работы, и индивидуальных психологических консультаций, и сообщество наше живо, и много лет мы как-то все вместе делаем этот центр. Вебинар, и про разные аспекты жизни мы хотели бы поговорить, и про разные вещи, которые могли бы быть таким источником, ресурсом для жизни. И это, конечно, вебинар, мы надеемся, прежде всего для родителей, но и для тех людей, которые оказывают поддержку семьям, где растут дети с особенностями развития. Я тоже представлюсь. Меня зовут Ирина Долтова. У меня двое детей. Младшему сыну сейчас уже 21 год. У него множественные нарушения развития. В частности, у него есть тоже детский церебральный паралич, эпилепсия, тяжелые ментальные нарушения. И мы с Настей много лет сотрудничаем. Для меня вот эти программы помощи семье особенно важны. Мне кажется, очень важно семьям, неважно, сколько лет ребенку, понимать себя, учиться искать ресурс, понимая, что жизнь с таким ребенком это все-таки требует изменений, требует разных совершенно знаний от родителей. И это жизнь, как бы это план надолго, это жизнь надолго, и надо хорошо понимать, что ждет нас родителей впереди. И мы хотим начать... Ну и для этого сохранить ресурсы. Да, и для этого надо искать ресурсы. Это одна из нужных вещей для нас, для родителей. Ну и вообще такой сейчас крен в области... Психологической науки. Да, психологической науки. И построение служб, которые связаны с психическим здоровьем, крен идет в сторону резилиентности, сейчас скажу, что это такое, и компетентности. То есть вот разные специалисты, которые занимаются помощью самым разным категориям людей, которые оказываются в трудных жизненных обстоятельствах, думают про то, как сохранить такую упругость психологическую, социальную своих клиентов. Как поддержать и развивать компетентность, возможность жить и успешно жить опять же в тех или иных сложных обстоятельствах. Ну вот вернемся, собственно, к определению слова резилиентность. Мы к этому слову еще будем много раз возвращаться в течение сегодняшних полутора часов. Резилиентность — это термин, который пришел к нам из физики в такую психологическую, социальную практику, теорию. И он описывает способность материалов восстанавливать форму после некоторого воздействия. Но в этой связи каучуковый мячик, он обладает огромной резилиентностью, на него можно как-то подействовать, но он довольно легко свою форму восстановит. И вот эта способность преодолевать сложные жизненные обстоятельства, быть успешными, продолжать жить, успешными в таком очень широком круге, в очень широком понимании, продолжать жить, чувствовать какое-то биение этой жизни, учиться в процессе этой жизни. И несмотря на все неблагоприятные условия, вот, собственно, этот термин резилиентность вот это дело и обозначает. Вот, это то, что Настя сказала, написано просто и ясно на одном слайде. Мне кажется, для родителей это важное понятие, вот эта резилиентность, потому что действительно жизнь семьи, где есть ребенок с церебральным параличом, это постоянные вызовы. Когда ребенок появляется на свет, это он очень маленький, мы заняты каким-то решением одних задач, да, и мы не очень представляем, как устроена будет жизнь дальше, да. И постоянно мы в течение жизни видим определенные какие-то вызовы, да, какие-то проблемы, которые нам необходимо решать. Задачи стоят. Да, и иногда приходится как бы испотыкаться, иногда тебе кажется, что ты уже упал, но вот эта способность восстанавливаться, как ее наработать, эту способность, да, вот эта интересная вещь, и вообще понимать, что такое, ну, качество нам как бы нужно, да, как людям. Вот, ну, давайте дальше еще. Вообще, конечно, про резилиентность, опять же, так говорят, не только в отношении родителей и семьи, где есть дети с нарушениями развития, да, это вообще такое, ну, как бы, общечеловеческое качество. Ну, и вот второе понятие, которое связано с резилиентностью, это, собственно, понятие компетентности, к которому мы тоже будем возвращаться. Вот, и, ну, вот компетентность, это вот то самое, не знаю, солнышко красное, которое возникает на пересечении трех таких больших кругов, да, с одной стороны, это наше знание о чем-то, да, это наше представление, там, не знаю, ну, практически это выглядит так. Я знаю, что такое кормление ребенка, да, я там знаю технологии, там, я знаю правильные приспособления, да, у меня есть идеи, как бы, о питании, да, позиционировании, то есть, вот, о самых разных вещах я знаю, а вторая вещь, это умение, да, то есть, я практически, как бы, знаю, как это реализовать, да, я не просто знаю про правильное позиционирование, я вот в разных обстоятельствах могу правильно, как бы, сорганизовать позу, там, ребенка, да, так, чтобы он мог участвовать в процессе кормления, ну, там, пассивно, если он не очень пока еще умеет, да, или, там, для того, чтобы он был максимально активен. И плюс к этому, да, это некоторые аттитюды, да, и, как вот, по-английски говорят, да, или, там, отношения, установки, какое-то самоощущение в процессе, то есть, я не только что-то знаю, я не только что-то умею непосредственно делать, да, но это совпадает с какими-то моими жизненными принципами, с тем, как я себя вижу, да, с тем, каким родителем я хотел бы быть, да, я чувствую себя в этой ситуации спокойно, уверенно, комфортно, да, то есть, вот, когда вот эти все три области, как бы, сходятся в одном, да, вот в этот момент, собственно, мы говорим, что, ну, что человек ощущает, что он достаточно компетентен. И с точки зрения, как бы, ну, устройства жизни семьи, да, и такого родительства, конечно, никто не рождается, там, не становится компетентным родителем до того, как вообще ребенок появился на свет, да, каким бы и не был на самом деле ребенок, но, конечно, мы более или менее, там, понимаем, как воспитывать обычного ребенка, да, если у ребенка есть те или иные нарушения, да, то все равно, там, те или иные особенности, вот, то компетентность – это такая вещь, которая приобретается, ну, по мере жизни, да, вот, ну, все больше, да, со временем, да, вот, и в этой связи, да, вот эти, в контексте, как бы, того, что мы говорим, да, о ресурсах, о каких-то возможностях для жизни, наша идея такая, да, что мы вот в эту сторону можем думать, да, в сторону развития нашей такой психологической упругости, да, и нашей способности развивать, собственно, компетентность в самых разных обстоятельствах, на самых разных возрастных этапах, в разных ситуациях, ну, и так далее. – Вот то, что Настя говорила о компетентности, хочется еще добавить, что довольно часто мы, как родители, испытываем некоторую беспомощность, да, мы видим, что, допустим, у какого-то педагога или у психолога ребенок, да, там, что-то умеет делать, а нам вроде как будто бы это не получается, как будто бы это не дается, да, мы не можем сделать это дома, да, вот чувствуем какую-то такую беспомощность, да, и она может даже нарабатываться через некоторое время, да, я ничего особо не могу делать, у меня ничего не получается, а вот хорошо бы нашелся такой человеку, и у них у психологов, у этих реабилитологов, педагогов, у них вообще все значительно лучше получается. На самом деле для семьи очень важно постепенно перенимать эти знания у специалистов, да, учиться разбирать, а почему не получается, да, почему у другого человека выходит, а у меня вот какие-то сложности, вот в этой, допустим, определенной ситуации возникают, да, потому что именно мы живем с нашими детьми, проводим с ними 24 часа времени в сутки, вот, и если специалисты действительно нам попали из жизни хорошей, которые действительно могут что-то наших детей научить делать, да, то все равно основное время, которое мы проводим с ним, основной, как бы, все-таки уход, там, забота, воспитание лежит на нас, на родителей, да, и поэтому вот это... Ну, вся повседневность, собственно, ребенка, да. Конечно, бытовая жизнь на нас, да, и не хотелось бы обратить внимание вот на эту схему, да, потому что любой родитель может ее использовать для себя, вот эту именно небольшую схему, и понять, например, в каких-то, взять какую-то ситуацию и посмотреть, например, вот в этой ситуации у меня есть знания, да, вот Настя приводила пример с кормлением, да, например, умею ли я реально эту, ну, как бы, эту вещь реализовывать, да, и что я вообще чувствую в этот момент, чувствую, хорошо ли я себя чувствую, ну, например, там, не знаю, выход с ребенком на детскую площадку, да, вообще-то я со своей коляской могу прийти на детскую площадку, даже знаю, как посадить ребенка в качели, и буду его там качать, но чувствую себя отвратительно на детской площадке, потому что на меня там косится, например, и я не знаю, что ответить другим детям, которые подходят к моему ребенку и спрашивают, а почему он, например, у тебя не ходит, да, то есть я на детскую площадку в итоге не иду, моя компетентность в этой области становится, ну, как бы, в области, не развивается в области организации, там, игры с ребенком на детской площадке, да, организация какого-то социального, ну, как бы, вот, социального, да, социального взаимодействия, социального пространства оказывается, ну, в некотором провале, хотя, в принципе, знания и умения какие-то, да, и желания у меня есть, да, но вот, например, в данный момент мне мешают какие-то внутренние мои установки, какие-то мои неумения, да, в этой части, да. Ну, эта схема, я, раз уж что мы комментируем ее, да, вот так подробно, то я могу сказать, что эта схема очень полезна, как нам кажется, и для профессионалов, если вы нас сейчас слушаете, да, потому что, вот, отслеживать, что мы работаем с семьями, со всеми тремя компонентами, да, и с пониманием ситуации, там, то или иное, да, и с какими-то конкретными навыками, да, и с самоощущением, да, с представлением, это очень важная вещь, и довольно часто мы видим, что в самых разных программах, там, помощи детям, да, вот вообще про компетентность родителей могут забывать, да, вот, ну, как бы говорят, что там родители должны делать все для своих детей, вот они там самые ответственные люди, вот, ну, а, собственно, что это значит, да, а значит это, да, что нам нужно помочь и передать и понимание, и практические навыки, и поговорить, правоустановки, да, найти ту, как бы, внутреннюю позицию помочь родителю, из которой он будет чувствовать себя уверенно и спокойно реализуя, там, ту или иную деятельность, да, участвуя в той или иной ситуации сам вместе с ребенком, ну, и так далее. Даша? Да, ну, и, наверное, надо сказать, что, да, что вот это понятие компетентности, это одна из базовых каких-то вещей, которые помогают, компетентность помогает в станке резилентности, да, потом наработанной резилентности, да, ну, давай мы сейчас вернемся, перейдем к такой очень большой схеме и будем долго про нее рассказывать. Да, вы, пожалуйста, ее не пугайтесь, она на самом деле не настолько страшна, как выглядит. Вот, что у нас здесь есть? Сейчас я попробую. Увеличьте? Да, нет, увеличить невозможно, вот мышка есть, да, мы же видим мышку? Да? Видим мышку? Помогите. Вот, смотрите, это схема резилентности в контексте отношений заботы, да, вот, вот очень сложные слова, сейчас мы с ними попробуем разобраться. Схема эта такая авторская, мы тут, ну, в эту авторскую схему только внесли вот этот вот квадратик со знаками вопроса. Ну, и история такая, да, за этой схемой стоит, что вообще фактом нашей такой современной жизни является то, что мы как общество научились сохранять, продлевать, делать возможной жизнь самых разных людей, которые, ну, раньше уходили из жизни довольно рано. Вот, и сейчас, так скажем, вот, такое поколение людей среднего возраста, да, ну, вот, примерно, как, так, помладше чуть-чуть, чем мы с Ириной, да, или, там, нашего возраста чуть-чуть постарше, да, довольно часто может оказаться в ситуации, что мы заботимся, на самом деле, не только вот о ребёнке с особенностями развития, да, вот, вот здесь вот у нас такой блок, да, в том, о том, о ком заботиться, да, в отношении кого осуществляется забота. Значит, вот, это может быть ребёнок, это может быть супруг, да, наш, это может быть наш родитель, а может быть вообще-то всё одновременно и ребёнок, и родитель слабеющий, например, да, да, ребёнок и супруг, да, потому что у супруга тоже могут быть, там, самые разные истории, там, в течение жизни. Вот, может быть, супруг и родитель, вот, может быть, ребёнок, родитель и супруг, да, то есть вот в реальности такое поколение среднего возраста, оно сталкивается с тем, что, как бы, тот объём заботы, в котором она участвует, он может быть очень большой, да, и довольно сильно меняться в течение жизни. Ну, это связано с тем, что, во-первых, у нас, конечно, и продолжительность жизни сильно увеличилась, да, и медицина всё-таки научилась спасать людей и продлевать жизнь в хронических заболеваниях, с которыми раньше люди не могли так долго жить, и поэтому довольно часто ситуации, когда, например, в семье маленький ребёнок с нарушениями, бабушки, дедушки там активно включаются, помогают, и, как бы, на ребёнка направлено много заботы, да, и родители, и старшие поколения, то, когда время проходит, да, то оказывается, что бабушки, дедушки уже тоже требуют определённого ухода, часто это тоже могут быть какие-то хронические заболевания, и на, как бы, среднее поколение, да, ну, условно, на маму, папу, оказывается, которые уже тоже продвинулись в своём возрасте, да, там, ну, скажем, к 50 годам, да, на них, оказывается, лежит необходимость заботиться о ребёнке и о старшем поколении, который к этому моменту уже где-то в районе, там, 70-80 лет, и, может быть, не всегда может так активно участвовать в помощи, да, как это было раньше. Ну, у нас есть дальше, вот в этой вот верхней колонке у нас есть тот человек, который заботится, да, то есть тот, кто осуществляет заботу, ну, в данном случае, это, как бы, схема устроена так, не рассматриваем здесь семью, да, для того, чтобы попроще немножко было, да, мы рассматриваем как бы одного родителя, да, на самом деле, даже если мама там в большей степени вовлечена в такой непосредственный уход за ребёнком, да, так, как правило, бывает, хотя не всегда так, вот, то папа тоже тот человек, который осуществляет заботу, да, ну, например, там, мы знаем, что многие семьи, там, и отцы очень активно работают, да, для того, чтобы обеспечивать такие какие-то финансовые ресурсы, да, для всей этой конструкции, вот. Ну, в общем, вот это вот у нас есть некоторый такой блок, в котором у нас помещены те люди, о которых может осуществляться забота внутри семьи, вот, и те, кто заботится. И есть всегда некоторая предшествующая история, вот, да, предшествующие события, какой-то этап жизни, какой-то опыт предыдущей заботы, да, какое-то состояние, как бы, всех участников, вовлечённых в этот процесс, да, и это вот, как бы, первая часть нашей конструкции. Второй, как бы, блок, вот он здесь у нас синим кем помечен, да, на презентации, это, собственно, определённые риски или те факторы, возможности, да, возможности, да, которые связаны с такой жизнестойкостью, да, с резилентностью. Мы не очень любим там понятие жизнестойкости, хотя оно, может быть, для русскоязычной аудитории такое, ну, более понятное, но, как бы, там, в научных, в научной среде есть немножко разное наполнение, да, поэтому мы будем в данном случае говорить то резилентность, жизнестойкость для того, чтобы, ну, просто это, как бы, легче воспринималось, да, хотя предпочитаем с точки зрения такой профессиональной использовать слово резилентность. Ну вот, значит, риски и, соответственно, жизнестойкость, резилентность, наличие или присутствие там тех или иных ресурсов. На самом деле эта схема удобна тем, что она разделена на несколько кусочков, да, мы там видим вот общество, сообщество, человек, и в каждом из этих вот прямоугольников есть, как бы, пункты, по которым можно проанализировать, да, те моменты, которые могут, соответственно, давать, ну, как бы, наращивать эту резилентность, да, либо быть потом, если они вот в провале в каком-то находятся, как-то там нет внимания или там какие-то сложности, да, то они дают определенный риск, да, для всей этой ситуации, заботы вокруг какого-то человека, да, каким образом там может быть все устроено. Поэтому мы ее будем рассматривать вот именно по, как бы, отдельным вот этим вот прямоугольничкам, да, и начнем, наверное, блоком таким, да. Они все взаимосвязаны, да, но лучше, но мы, наверное, начнем их по отдельности просто рассматривать и начнем с той или иной части, которая... Да, ну, да, ну, сейчас до конца вот эту саму схему, чтобы было какое-то понимание. Ну, вот смотрите, да, действительно, вот в этом блоке, да, как бы, в котором мы можем оценить, как бы, наличие или присутствие ресурсов и, на самом деле, подумать, а чего не хватает, а чего можно было бы добавить, а что получается очень хорошо, да, что является таким... Ну, а что уходит вообще, что, как бы, лишено внимания, да, в чем вообще, о чем не думается, да, может быть. Вот, есть человек, есть сообщество такое, ближайшее окружение, да, там, дом, семья, и так, социальные связи, да, и есть общество, как бы... В глобальном таком... Да, с его институтами, да, в таком глобальном понимании. Вот, и в результате у нас получается вот это... Вот эти люди, между которыми, как бы, такая система, внутри которой осуществляется процесс заботы, есть возможность оценить, как бы, такое наличие, там, тех или иных ресурсов, да, но и, соответственно, у нас есть, ну, определенные последствия, да, вот в этой конструкции, которая похожа на такой переваривательный котел, да, у нас последствия могут быть самые разные, да, у нас может быть ощущение и наличие, на самом деле, этого благополучия в этой семейной системе, да, то есть семья справляется, все хорошо, да, ресурсов достаточно, жизнь продолжается, есть ощущение каких-то жизненных перспектив, да, но и, как бы, ощущение, что сил достаточно, вот. Есть, естественно, какие-то дальнейшие вызовы и задачи, связанные с заботой, да, потому что мы никогда не имеем ситуации, которая была бы вот раз и навсегда решена, да, всегда есть время, всегда есть возраст, всегда есть какое-то изменение ситуации вокруг, да, вот, и ситуация движется, вот, и, соответственно, ну, есть риск того, что семья не может справиться с той или иной ситуацией, да, и человек с теми или иными особенностями, да, может быть помещен в некоторую такую, в интернатную систему, да, может быть, институциализирован, ну, что оценивается как такое некоторое неблагоприятное, как бы, последствие, да, потому что вообще-то, ну, в большинстве случаев, да, и мы с этим вот сталкиваемся, ну, в процессе работы, да, то есть люди оказываются в интернатах, да, в тот момент, когда семья ощущает, что нету ресурса, да, для того, чтобы продолжать жить, да, нет понимания, как с ним жить, да, нет ощущения, что есть собственные силы, там, финансовые и так далее, да, или семья, например, чувствует, что там при наличии такого человека, да, вот очень, как бы, возникает такая большая стигматизация, да, и это невыносимо в каком-то там сообществе, в том месте, где семья живет, да, и тогда, как бы, решением может быть попытка помещения такого человека в интернет. Опять же, да, вот в этом месте мы хотим еще раз сказать, что мы в данном случае, как бы, мы избегаем всяких оценок, там, да, и для нас это действительно не так важно, там, хорошо или плохо, там, да, помещать ребенка в интернат, да, иногда это единственный способ, да, как вообще всей семье сохраниться, вот, к сожалению, к сожалению, да, и мы также знаем, что многие люди предпочли бы какие-то другие решения, да, если бы они как раз ощущали, что во всей вот этой вот нашей большой конструкции, да, есть ресурс для того, чтобы продолжить жить дальше, да, для того, чтобы перепрыгнуть из вот этого ощущения, как бы, жизни до, да, в некто, оказавшись в некотором провале, да, что с ребенком, вот такие нарушения произошли, да, и как, как бы, продолжение этой жизни дальше, да, как, ну, как продолжить. Если этот мостик между прошлым и будущим, он как-то восстановлен, да, ну, вот, то, конечно, семьи предпочитают, мы это видим, да, жить, продолжать жить со своими детьми, да, потому что, ну, действительно, любят и очень хотят быть вместе, ну, ровно как и с супругами, родителями и так далее, да. Вот, ну, и вот такая конструкция, да, в зависимости от того, как ситуация была прожита, да, у нас возникают некоторые новые вызовы и задачи, да, у нас, опять же, мы можем посмотреть, а кто, собственно, тот человек, и какие у него есть возможности, о котором заботится, да, потому что, ну, опять же, уровень самостоятельности там может быть разный, да, ну, вот есть сам человек, да, и вот это вот самое наличие ресурса. Ну, и эта схема, она приложима к жизни в разной, к разным периодам жизни, да, например, там, мы можем понимать, что вот в тот момент, когда ребенку поставили диагноз, у семьи были возможности, были силы, да, преодолеть эту ситуацию, они вышли на какой-то уровень благополучия, в том, жизнь развивается, происходят какие-то изменения, и семья не справляется, и, например, ребенок оказывается в интернате, да, или мы можем сказать, там, ну, любой человек, которого семья заботится, да, допустим, какой-нибудь дедушка или бабушка, вот, то есть эта схема, она приложима, ну, к нашей жизни в любой момент, да, просто мы можем ее посмотреть, проанализировать, мы сейчас ее дальше, как бы, будем рассматривать, да, мы будем вокруг нее крутиться, да, и она дает нам возможность, поглядывая туда, в эту схему, да, понимать, а как бы мы хотели выстроить свое будущее, чтобы избежать резких вот таких вот историй, связанных с тем, что мы перестали справляться вдруг неожиданно, да, и какие-то изменения произошли такие, что мы говорим, да, все, мы больше не можем, и заботиться, и ребенок помещается в интернат, да, то есть, в принципе, эта схема приложима, ну, ну, к любой ситуации, которую мы можем, можем, в которой мы можем оказаться. Ну, наверное, надо уже к ней. Да, да, да. Ну, давайте посмотрим на вот этот вот кусочек, который касается, собственно, самого человека, который осуществляет заботу. Да, довольно это часто мама, но на самом деле это не всегда так, вот бывают и папы, и бабушки. Бывает и бабушка, и дедушка очень включается. Вот, и вот этот человек, который осуществляет заботу, у него есть определенные психологические ресурсы, у него есть определенные биологические ресурсы, некоторые вещи могут быть там связаны с его полом, с возрастом, с тем, как он, какими практиками он пользуется, да, с тем, как он поддерживает собственное здоровье вообще, следить ли он за этим, да, ну, и с наличием определенных, там, материальных ресурсов у него. Но вот это очень для нас очень важный блок, да, мы, может быть, если у нас хватит времени, потом к нему более подробно вернемся, но сейчас хотели бы какие-то самые основные вещи такие сказать, да. Дело в том, что когда у нашего близкого случаются те или иные нарушения, он заболевает, ну, в общем, что-то с ним случается, что является для нас таким тяжелым событием, да, вот, и ему становится нехорошо, то мы, ну, будучи любящими людьми, довольно часто, и мы видим это вот как бы раз от раза, да, это правда для нас это так, да, мы можем сконцентрировать все свои усилия, да, мы можем напрячься и постараться прорваться сквозь эту ситуацию, да, постараться вытерпеть ее, да, пройти, сделать максимально возможное для него, ну, вот через такое, через... Сверхнапряжение. Да, через сверхнапряжение, через концентрацию собственных усилий и так далее. Ну, и в этот момент обычно человек забывает о себе, да, потому что, ну, и ситуация такая, да, как же я буду думать о себе, как же я буду уделять себе время, если мой ребенок находится в таком тяжелом состоянии, да, это психологически очень оправданно, как бы, внутренне, так, для человека. Да, конечно, вот. Ну, это еще, я бы сказала, что это еще принято в обществе, да, что у нас есть такое, как бы, мнение, что хорошая мать, это та женщина, которая бросила все свои интересы ради ребенка, отказалась от всего, например, да, и вот пожертвовала собой ради самого близкого существа, да, как бы. И, конечно, эта стратегия работает, да, нельзя сказать, что эта стратегия не рабочая, да, иначе бы... Много чего не было бы, да. Да, много чего бы не было, да. Но в длительной перспективе эта стратегия довольно часто, ну, оказывает такую не очень хорошую службу, да, потому что мы, собирая все свои ресурсы, да, напрягая все свои живы, да, концентрируясь на чем-то, да, и пытаясь прорваться сквозь ситуацию, и забывая при этом о себе, да, мы можем... Недорваться. Недорваться, да. Да, потом стресс становится постоянным, да, и мы чувствуем, что, да, да, мы продолжаем справляться, но уже не так весело и бодро себя ощущаем, да, и у нас как-то сил становится все меньше и меньше, да, но за вот этими периодами мобилизации, особенно за периодами хронической мобилизации, да, следует фаза истощения, вот, и мы, к сожалению, видим довольно часто, что если люди вот в этой стадии, как бы, мобилизации, хронической мобилизации не дают возможности подумать о себе, себе право, да, не дают прежде всего подумать о своих потребностях, да, о своих потребностях в отдыхе прежде всего, да, иногда в очень простых вещах, да, там, во сне, да, в том, чтобы иметь какое-то свободное время, да, немножко не занятая, там, проблемами, да, для того, чтобы не заниматься своим, там, физическим состоянием, да, и, ну, как я могу, как бы, поддержать себя, да, поддержать себя, и как я могу вообще заботиться о собственном здоровье, да, если у меня вот такое вот семья происходит, конечно, там, ну, мало ли что у меня там в боку болит, да, вот, мало ли что там у меня спина как-то побаливает, да, если я продолжаю по-прежнему, как бы, двигаться вот по этому пути, да, да, то последствия могут быть очень разрушительны с точки зрения, особенно с точки зрения вот этой вот такой заботы, да, в длительной перспективе, да. Но вообще надо всегда помнить, что ситуация с нашими детьми, с детьми с нарушениями, да, она, можно назвать хронической, да, она длительная, то есть если мы говорим о заболевании каком-то, да, ну, например, там, в каком-то из наших близких обнаружилось какое-то заболевание, про которое мы понимаем, что сейчас надо преодолеть, например, операцию, потом какая-то реабилитация, вот, и дальше уже все мы после этот операционный период проходит, не знаю, как вот сломанная нога, например, да, сломали ногу, месяц очень неудобно пользоваться, там, туалетом, неудобно садиться в машину, неудобно ходить по лестнице, да, ну, надо как-то собраться, преодолеть, вот, потом немножечко мы еще полгода будем делать массаж, разрабатывать, а потом все, мы, как обычно, уже сильный велосипед, поехали, бегаем, все, все прошло, да, ситуация с детьми, ситуация с детьми с детским церебральным параличом, которые становятся потом взрослыми, она совершенно другая, да, нельзя жить на постоянном стрессе, эта ситуация длительная. Можно, но с определенными последствиями, к сожалению. Да, с последствиями, да. Поэтому надо заботиться о себе, да, надо выделять себе время, но иногда это сложно. Да, это вообще еще не очень распространено в нашей культуре, да, вот мы к этому там возвращались, да, люди действительно, когда читают даже в самолетах, вот, я знаю несколько людей, да, которые, когда они первый раз прочитали в самолете, да, что сначала маску нужно одеть на себя, потом на ребенка, вот, иногда вот такая первая реакция, да, людей, ну, так скажем, вот, знакомых мне, да, из нашего такого российского сообщества, да, как же так, да, как же я могу, да, ведь ему же нужнее, вот, но вот эта вот идея о том, что мы должны обеспечить собственную такую стабильность, да, мы должны обеспечить и себе, да, и прежде всего себе возможность жить, да, вот, она для нас не очень характерна, вообще это очень такой хороший взгляд на вещи, да, и, да, если мы возьмем какие-то книги, которые написаны и родителями, людей с особенностями развития и профессионалами, да, ну, такого из, там, мировой литературы, да, там буквально, как бы, треть о том, как строить длительную жизнь, да, вот, там примерно треть этих книг вообще посвящена самым разнообразным практикам самозаботы, да, мы, на самом деле, не имеем в виду только чисто такие материальные вещи, да, вот, на самом деле, речь идет еще также про психологические навыки, умение справляться со стрессом, умение расслабляться, иногда умение восстанавливать какую-то связь с собственными ценностями, да, не забывать о важных для себя вещах, там, не знаю... Умение попросить помощь, да, умение попросить помощь... Умение поделиться, передать какую-то ответственность кому-то, да, это же тоже очень важно. Умение и знание, как планировать самые разные вещи, да, вот, один из таких факторов, который сильно влияет на резилентность родителя, да, это умение, хорошие, хорошие навыки планирования, да, в том числе, это касается, например, материальных ресурсов, да, иногда нам что-то кажется столь привлекательным, да, то, что мы можем туда вбросить вот вообще практически все, что у нас есть, да, не думая о... О будущем. Да, о будущем, о каких-то долгосрочных перспективах, не знаю, об интересах других людей, которые участвуют также в этой ситуации, ну, не знаю, там, ради одного ребенка, да, забываем о каких-то других вещах. С точки зрения длительной перспективы, да, и каких-то чувств, и поведения наших родственников, да, и вообще нашего ощущения, на что нам хватает тех же самых денег, да, мы тут можем с очень разными ситуациями столкнуться, да. На что мы распределяем эти материальные ресурсы? Мы их, мы их все вкладываем в реабилитационные программы, например, да, и понятно, что сейчас там... Их много. Их много, да. Они очень разные. Они дорогостоящие, да, вот. Мы можем подтягивать, там, привлекать деньги самых разных людей, обращаться за помощью фонда и так далее, но вот мы, как бы, все ли мы свои ресурсы бросаем на реабилитацию, понятно, что очень хочется, чтобы ребенок перешел на совершенно другой уровень, да, другую стадию, да, но тем не менее, да, выделяем ли мы, допустим, достаточно средств для того, чтобы просто кто-то нас сменил, да, вот в этом процессе помощи ребенке, да, готовы ли мы, как бы, платить, там, часть денег, там, не знаю, няне, да, или, как, может, там, социальному работнику, да, который мог бы нам помочь просто даже в обычной жизни просто выскочить из этой ситуации на несколько часов, да, и иметь какую-то свою жизнь наполненную самыми разными вещами, да, вне этой ситуации. Довольно часто мы видим, это связано с тем, что при детском соревновании при лечении дети часто, ну, как бы, малобобильны, да, и проблемы с передвижением, что родители поднимают детей, перетаскивают коляски, тяжело посадить ребенка, допустим, пересадить из коляски в машину, да, и это такое становится привычной деятельностью, которую, ну, каждый день делаешь, я каждый день поднимаю 20 килограмм, ну, и я продолжаю это делать, да. Ну, и более того, чувствую себя достаточно тренированным, да, для того. Конечно, тренированным, но это вообще очень частая ситуация, в какой-то момент спина просто не выдерживает, да, потому что дети растут, они становятся, ну, все тяжелее, тяжелее, и, например, просто научиться правильно перемещать, знаете, как правильное перемещение тяжелых грузов, да, это очень простой, вроде бы, как бы, навык, ничего там такого сложного нету, там, 3-4 приема, которыми мы можем пользоваться, да, может быть, они будут, можно на них потратить немножко больше времени, может быть, да, но на самом деле это нас иногда спасает, да, именно в длительной перспективе, да, не сломаться, не получить травму позвоночника, когда и тогда ситуация, которая завязана только вот на маме, которая таскает ребенка, она просто рушится, да, и дальше уже очень сложно ее как-то восстанавливать. В общем, оперироваться значительно тяжелее, более дорогостоящий процесс. Чем использовать правильное перемещение грузов, да, хотя вещи-то очень... Не все, опять же, не все профессионалы обращают внимание родителей на вот эти аспекты, да, ему бы очень хотелось, чтобы профессионалы тоже думали про вот эти вещи, да, иногда, когда мы выдаем какие-то задания, там, не только в области, там, физической реабилитации, да, но и в области, там, формирования каких-то психологических возможностей ребенка, да, в области его обучения, да, нам иногда кажется, что наши идеи самые главные и правильные, вот, поэтому, ну, как бы семья должна максимально, там, мобилизоваться, да, для того, чтобы наши рекомендации выполнять. Вот, мы при этом забываем, опять же, да, про то, как семья... Есть ли ресурсы в семье для того, чтобы следовать нашим рекомендациям, да, если мы дадим себе возможность обсудить это, да, вот, как семья видит наши рекомендации, и находятся ли они в той области, которая для семьи важна, да, это тоже нам даст, ну, огромные возможности для того, чтобы сохранить такое здоровье, да, и физическое, и психологическое. Ну, потому что, например, многие родители, допустим, дети плохо спят, да, и мама за ночь несколько раз встаёт, чтобы перевернуть ребёнка, помочь ему там передеть памперс, успокоить его как-то, да, и, допустим, человек, который, ну, это я такой человек, например, может, у меня ребёнок довольно долго очень, много лет очень плохо спит. И до сих пор это продолжается, да, то есть, это, конечно, привычная для меня ситуация, но всё-таки из ночи в ночь спать таким прерывистым сном – это тяжело, да, и для меня очень важно, например, я должна обязательно устроить себе, когда я чувствую, что, ну, в принципе, конечно, привычная ситуация, но всё-таки надо устраивать такой, ну, как бы, устраивать так, чтобы какая-то ночь была для меня абсолютно свободна от ребёнка, чтобы, допустим, за ним мы договоримся сможем, что эта ночь на нём, да, то есть он будет вставать, он будет за ним смотреть, и я буду спать вот без того, чтобы слушать, что там происходит у него в комнате, да, то есть надо как-то учиться находить возможности заботы о себе в разных-разных ситуациях, даже очень маленьких, бытовых, которые, на самом деле, в жизни родителей, их полно таких ситуаций, просто этот вопрос проанализировать их и посмотреть, как можно какие-то из этих ситуаций, ну, облегчить, что ли, да. — Да, ещё раз, да, не только всё, как бы, про такое физическое устройство, да, очень важны душевные ресурсы, да, очень важна такая духовная составляющая, да, во всём вот в этом таком поле и личности человека, да, индивидуальности. — Ну, может быть, психологические, вот, если Настя стала говорить психологические ресурсы, то я считаю, двигаемся, конечно, дальше, но я немножечко ещё тут разострянием, да, то это для меня, например, всегда была большая поддержка родительского сообщества, родительских организаций, да, которые мы сейчас переползём как раз дальше, но именно сообщество, которое вот на следующем, даёт именно для меня, например, большие психологические ресурсы, да, то есть я возвращаюсь как бы немножечко в предыдущий пункт, но мы видим, что в этой схеме всё как бы взаимосвязано, завязано, и одно перетекает в другое. — Ну, вот человек, он живёт не автономно, вот, он живёт внутри определённого сообщества, и когда мы думаем про сообщество, мы можем думать вот про такие компоненты, как социальная поддержка, социальные связи, участие, дом и семья, да, самые такие простые и базовые вещи, да, есть ли у нас друзья, как друзья относятся к нашей ситуации, участвуют ли они, разрешаем ли мы им участвовать в этой ситуации, сообщаем ли мы им о каких-то своих потребностях, просим ли о чём-то, готовили мы, в свою очередь, прийти на помощь, когда им, ну, поддержка нужна. Ведь дело в том, что когда с нами случается какое-то, там, не знаю, горе, трудность, да, какое-то очень такое интенсивное, мощное событие, да, то вот очень часто мы чувствуем себя... — Самыми несчастными. — Самыми, да, ну вот, грубо говоря, самыми несчастными, да, и вот это ощущение нашего собственного несчастья, оно может нас очень сильно изолировать от каких-то таких потенциальных возможностей, которые есть на уровне сообщества, да, и здесь нам нужно, ну, как бы сохранять такую некоторую осознанность, да, и прямо вот намеренно поддерживать контакты с окружающими людьми. Конечно, мы также понимаем, да, что довольно часто... Здесь сейчас вот уже меньше, но вот много лет назад мы давно в этой области, да, там около 20 лет как-то существуем, да, и мы видим, что раньше мы видели такие истории, да, что семья, в которой родился ребёнок с теми или иными нарушениями развития довольно часто... — Попадала в изоляцию. — Попадала в изоляцию, да, и друзья переставали общаться, да, там, они боялись, да, что это будет вредно для их детей или ещё какие-то вещи, да, там были самые разные, да, они могли с осуждением смотреть. Но вот сейчас, как бы, год от года ситуация потихоньку подвижется, и в целом вот такая стигматизация людей с нарушениями развития ближайшего окружения, она становится всё, слава богу, всё меньше и меньше и меньше. — Но эти ситуации всё продолжают сохраняться, и они пока ещё прям, нельзя сказать, что они стали редкостью, да, то есть это пока ещё вполне себе, ну, существующая практика. — Ну, для того, чтобы весь этот процесс был, да, происходил, да, и мы ощущали связанность с определённым сообществом, получали поддержку от него, да, и это стало нашим ресурсом, не только это сообщество должно, как бы, принять нас, да, но мы должны и сами пойти навстречу этому сообществу, да, ну, как бы, открывая самые разные, открывая вообще возможности общения с собой, да, выходя, собственно, из этой изоляции, это не всегда бывает просто. — Да, и в этом отношении, допустим, семьи, то, что мы вот знали какие-то истории, да, что часто семья, где есть ребёнок с нарушениями, занимает очень активную позицию и, наоборот, становится центром притяжения для других семей, да, там, это можно делать прекрасные дни рождения, можно делать совместные пикники, там, можно делать много-много чего, что, с одной стороны, даёт нам возможность не просто ждать какую-то помощь, да, а становиться активными, как-то её, ну, как бы, сами создавать вот эти социальные связи, то есть становиться активным членом, который сам создаёт эти социальные связи, которые потом, ну, вообще-то, всегда, на самом деле, оказывают нам поддержку, а в какие-то острые периоды могут оказать нам какую-то такую, ну, вот, прямо очень нужную, необходимую в данный момент поддержку, которую ниоткуда больше взять, да? Ну, да, в тех странах, в которых, в общем, понимают роль сообщества в поддержании благополучия, ну, вообще, всех людей, которые проживают там на той или иной территории, да, в общем, исследования показывают, что это так, вот, люди вообще думают об инклюзии, да, об инклюзии, как в таком общем тренде, да, о включении человека с теми или иными особенностями, с самого раннего момента в разные детские сообщества, да, конечно, там, помощь, служба дальнего вмешательства на дому, там, да, и так далее. Вот очень важно, куда ребенок пойдет, будут ли у него возможности общения с другими людьми на детской площадке, в детском саду и так далее, в школе и так далее. И таким образом будет ли ощущать себя семья, участвующая в том же, как бы, социальном процессе, да, и что все остальные другие семьи, да, и пользоваться, как бы, ресурсами, там, тех или иных социальных институтов, да, вот этого ближайшего окружения, да, как возможности для организации собственной жизни. Ну, и, наверное, здесь очень важно, чтобы этот процесс запустился как можно раньше, да, если, ну, мы тоже знаем такие истории, когда вот звонят и говорят, знаете, мы знаем, что вот у нас в доме есть ребенок с нарушениями, но мы его очень редко видели, они никогда не ходят на детскую площадку, в детский сад не ходили, мы знаем, в принципе, что там есть какой-то ребенок, но он никуда не выходит, и ему уже где-то в районе 10 лет, да, я подозреваю, что для этой семьи очень тяжело будет выйти, да, и начать жизнь вот в 10 лет, когда этому ребенку уже 10 лет, да, значительно проще, когда этот процесс запущен, ну, естественно, с самого начала, с той же самой детской площадки, куда все выходят с колясками, да, с того же самого детского сада, когда это даже может быть, ну, как бы территориальное сообщество, да, когда уже во дворе, как бы все общаются вместе, или там, не знаю, в детский сад все вместе ходят, да, потом переходят, допустим, в школу какую-то, да, то есть этот процесс, запущенный с самого начала, процесс инклюзии практически, да, он дает очень большую поддержку вот этого всего сообщества, для этой семьи на протяжении потом, может быть, всей жизни, да. Да, и очень важно, очень важными являются связи в такой большой расширенной семье, да, не только там папа, мама, да, и ребенок, вот, очень важно, насколько мы готовы открывать свои двери для родственников, да, иногда эти первые контакты могут быть болезненными, да, ну, не знаю, там, вот у нас есть такие истории, это когда, там, кто-то из родственников, да, например, боясь, что семья не выживет, да, в такой ситуации, но, например, считал, что ребенка нужно поместить в интернат, да, и это, естественно, было очень болезненно для родителей, да, и родители могли на этом месте, как бы, закрыться, да, и сказать, ну, раз ты так считаешь, да, то все, как бы, уходите из нашего дома, да, мы вот здесь будем жить, да, вот, но если родители готовы, готовы это обсуждать, да, вот, ну, как бы вдохнуть, выдохнуть, да, и понять, что там у всех могут быть очень разные чувства, да, и нам нужно всем вместе научиться жить, да, вот, нам нужно подумать, как нам организовать вот эту семейную жизнь, да, так, чтобы была помощь и поддержка, да, иногда, там, не знаю, истории про то, что, да, отец, там, супруги разводятся, да, и мама может решить, что раз это все так, как бы, получается, да, вот, он не поддерживает семью, она может разорать с ним отношения, да, и, там, обиды и так далее, да, может, как бы, на них свою жизнь строить, да, а может подумать, что вообще-то, как бы, было бы неплохо, да, чтобы он продолжил, например, участвовать в воспитании ребенка, да, и таким образом привлечь его, да, и привлечь какие-то возможности его, там, большой семьи расширенной, да, к воспитанию ребенка, то есть тут вот, как бы, это как мы организуем свою жизнь в таком кругу близких, знакомых людей, да, кто оказывает нам поддержку, с кем мы можем быть, как мы продумываем устройство дома, да. Нет, подожди, наверное, еще туда я хотела бы сказать, что, скорее всего, аксиомой здесь является то, что для любого человека с нарушениями, да, для даже маленького, или если он уже вырос, нужен большой объем заботы, да, и, то есть, если этот весь объем заботы сконцентрирован на одном человеке, то, скорее всего, ему будет очень тяжело, да, эта забота должна быть распределена, да, если семья большая и, допустим, не знаю, вот на занятия отвел утром, допустим, мама все гигиенические процедуры, потом папа подвез перед работой на занятие, потом бабушка занятие забрала, то мама, допустим, потом соседка посидела там или погуляли на площадке вместе, да, то уже мы видим, что у людей вот этот объем заботы, он, ну, как бы постоянного пребывания в этой ситуации, он сокращается, да, скорее мы все время вот со своими родителями в своем сообществе обсуждаем вот эти ситуации, связанные именно с распределением заботы, да, чтобы человек, который осуществляет заботу, не находился в этом состоянии там 100% времени, да, и, соответственно, здесь как раз вот эти социальные связи играют большую роль, например, ну, не знаю, там, в какой-то момент мой один друг жил недалеко от нас, и я его как-то попросила подвозить сына на занятия, да, он мог это делать там раз в месяц, он говорит, слушай, ну, я мимо поеду, я могу его схватить, да, но для меня это была большая поддержка, да, какие-то такие вещи… – Это экономило несколько часов твоей жизни. – Да, это экономило мне несколько часов жизни, да, и это было здорово, да, и если мы… просто иногда надо сесть и проанализировать, вот есть я, есть мой ребенок, кто есть еще, кого я могу попросить о помощи, кто может взять на себя какой-то кусочек деятельности, да, это особенно важно, когда мы говорим о людях с тяжелыми множественными нарушениями, да, о людях, которые не разговаривают, например, требуют постоянного, постоянной поддержки в течение там осуществления всех вот бытовых, бытовой деятельности, надо кормить, надо мыть, надо одевать, надо пересаживать постоянно, да, надо куда-то везти, это все требует постоянно, постоянно, постоянно ресурсов, да, с кем мы можем поделить вот эти, вот эти именно, вот эту именно деятельность, да. – Ну и очень важно, мне кажется, что такие размышления на тему того, что вообще-то мы как люди, как семья, в которой растут дети с там теми или иными особенностями, имеем право на такую полноценную жизнь в этом сообществе, да, несмотря на всю как бы ту боль, которая, и там ощущение, что жизнь в какой-то момент прервалась, да, тем не менее, вот это право как бы ходить в кафе, право ходить на детские площадки, право ездить в лифте, право ездить в отпуск, да, вот, работать, да, это все касается и нас тоже, да, и вот иногда, ну, нам просто нужно время для того, чтобы подумать про это, да, про то, как мы относимся к своему как бы такому ближайшему окружению и к тем возможностям, которые есть у всех других семей, да, подумать, не лишаем ли мы себя чего-то, да, и потому что мы считаем, что какая-то ситуация очень специфическая. – Вообще, мне кажется, ситуация вот в эту сторону как-то улучшается в последнее время. Все-таки мой сын родился в 1997 году, это было давно, в прошлом веке, да, и вот за 20 лет мы видим, что действительно ситуация сильно изменилась, да, и все-таки общество значительно больше готово нас видеть, да, принимает людей с нарушениями и согласно уже как-то вступать в контакты. – Ну, оно не будет меняться, опять же, оно не будет меняться само по себе, оно будет меняться, если мы будем знакомить общество с собой, со своими детьми, да, и взаимодействовать все вместе. Вот, еще очень важно размышлять о том, как наилучшим образом устроить дом, да, сейчас, слава богу, есть, опять же, масса приспособлений доступных, да, есть индивидуальные программы реабилитации, и абилитации, да, и прав, в которые могут быть вписаны самые необходимые приспособления. – Ну, здесь еще очень много работы, на самом деле, да, потому что не все происходит. – Ну, в разных городах есть программы, которые, там, на уровне, там, не знаю, мэра, там, да, или какой-то городской программы, которые реализуют создание такой доступной среды, в том числе дома, да, каждый раз, когда мы думаем, там, о том, что нам пора делать ремонт, может быть, нам имеет смысл подумать, а как мы можем сделать. Сейчас я еще ребенка, там, поднимаю на руки, да, ему, там, не знаю, 3-4 года, да, и могу его на руках помыть, вот, отправить его, там, в ванну побултыхаться. Вот, но, может быть, если я сейчас затеиваю, там, глобальный ремонт, да, может быть, мне нужно вообще думать про то, что пора уже потихонечку ванну переоборудовать, да, для того, чтобы, там, мой ребенок мог, там, на коляске в нее въезжать, да, для того, чтобы, там, не нужно было его пересаживать через... Ну, край, через бортик ванны, да. Да, через бортик ванны, да, то есть как вообще наилучшим образом устроить все вот эти моменты, да. Может быть, там нужно сделать какие-то проемы дверные более широкие, да, потому что... Мебель немножечко другую, да. Да, мебель немного другую, да, вот. Как совместить вот это вот ощущение, что это мой дом родной, да, и он достаточно уютный, да, с тем, что нужны, ну, определенные, иногда, медицинские вещи, да, связанные с уходом, да, какая должна быть кровать, чтобы там удобно было поднимать, опускать, там, да, вот. Ну, да, особенно это касается, когда мы говорим, конечно, ребят тех, ну, как бы, людей с ДЦП, где есть тяжелые, вот именно двигательные нарушения, но вообще продумать, это даже, ну, как бы и нам хорошо, наш один знакомый физический терапевт, который мы очень любим, вот, она, например, сделала у себя ремонт, и смотришь, у нее и порогов нету в доме, и проемы большие, вот, и ванна переоборудована. Когда мы с ней разговаривали, она говорит, ну, слушайте, я думаю о своей жизни в будущем, мало ли какой я буду старушкой, да, может быть, мне это понадобится, то есть, и даже... Сейчас я делаю переоборудование квартиры, поэтому... Да, бы мне не сделать удобную среду, которая, на самом деле, будет удобна, она же не только для детей, например, или людей с ДЦП, она вообще удобна, в принципе, для пожилых людей, и для нас, допустим, даже если у нас, ну, как приводил пример, там, не знаю, ног сломали, да, то есть, вообще, удобная и доступная среда, она хороша вообще в квартире, да, и в городе, да, ну, то есть, некоторые приспособления просто полезны для всех, да, но это может быть очень тяжело думать, конечно, детям, тем родителям, у которых маленькие дети, да, и решиться в 3-4 года понять, что да, мой ребенок не будет ходить, и я должен переоборудовать квартиру, да, но, может быть, в 10 лет обычно эта ситуация уже понятна, вот, и переоборудовать какие-то, внести изменения в дома, может быть, уже надо, да. Ну, и, наверное, от сообщества мы двигаемся в такую еще... Более крупную, да, более крупную область, да, сейчас, вот этот вот сюда, да, вот в общество, да, где мы можем говорить про то, что в любом обществе существует определенная, там, социальная политика, да, существуют определенные практики, социальные службы, каким-то образом функционирует медицина, экономическая система функционирует, да, то есть, ну, вот, есть какие-то общества... Мы не живем в безвоздушном пространстве, да, соответственно, на нашу жизнь, на жизнь семей влияет общество, это точно совершенно, что там происходит, но и мы влияем тоже на него, так сказать. Да, иногда нам кажется, что вот этот уровень, он так далек от нас, как таких отдельных людей, да, что это где-то вот там какая-то социальная конструкция, которая для нас совершенно недоступна, но вообще мы знаем, что, ну, из такого своего опыта, да, и наблюдения за жизнью самых разных семей, что вообще люди оказывают огромное влияние, да, на какие... могут оказывать, да, на такие крупные макро, что ли, процессы, да. Да, да, и это мы как раз видим сейчас, вот это происходит на нашей жизни, да, потому что еще буквально, там, 30 лет назад, да, дети с нарушениями, с тяжелыми нарушениями не могли ходить, например, в школу какие-то, да, мы знаем, что еще 20 лет назад детям выдавалась правка необучаемой, да, то есть их просто не брали, не могли не взять в школу, да, то есть мы знаем, что эта ситуация очень сильно меняется, приняты законы об инклюзии, да, у нас, вот Настя упоминала индивидуальную программу реабилитации, да, то, что 20 лет дети не получали памперсы, они не получали от государства поддержки в том объеме, который сейчас дается, да, это вот, это же все произошло на нашей жизни, то есть изменение жизни людей с нарушениями развития произошло очень большое. Ну и ближайшего окружения. Да, и ближайшего окружения, конечно, и в этом заслуга, конечно же, не просто государство, которое вдруг решило, а давайте-ка мы вот жизнь людей с инвалидностью поменяем. Нет, конечно, государство само так по себе ничего не решает, обычно это все-таки требования непосредственно людей, у которых как бы болит, да, вот родительские организации, специалисты, которые работают вместе с родительскими организациями, активные родители, это они сделали эту... — Подширяют возможности, да. — Подширяют наши возможности, да, и всегда можно принять участие в этой жизни, да, и понять, в какой части я могу тоже что-то сделать для того, чтобы в целом изменилась жизнь в стране, да, для людей с нарушениями. — Да, через участие, например, в самых разных сообществах, через знание законов, да, через какую-то вот компетентность в этой области, и сейчас, опять же, очень хорошо, существуют ресурсы, например, там, наши дружеские организации, несколько наших дружеских организаций, да, имеют такие и онлайн-ресурсы, да, и консультации юридические для семей, вот, когда семья может все больше и больше узнавать о своих правах, их реализовывать, таким образом, как бы менять, на самом деле, социальные институты и те социальные практики, которые, ну, реализуются там теми или иными социальными институтами. Дело в том, что, например, смотрите, там, если уж мы, как бы, говорим сегодня об инклюзии, да, так как-то получилось, да, что мы ее часто упоминаем, вот, но, там, закон об образовании есть, да, регулирующие законы, там, в Москве есть, да, теперь нужны, как бы, дети, да, нужны люди, их родители, да, которые поведут этих детей в эти школы, да, и пока, да, очень много чего, как бы, практически, вот, практика такая, да, что, там, если туда приходит ребенок в обычную школу, а он имеет право сейчас сделать, да, приходит в обычную школу, и учителя пока могут абсолютно не знать, что с ним делать, да, но если он туда не придет, то он и ни в какой момент туда не придет, да, то есть вот эта практика, как бы, обучения, да, что делать с ребенком, там, с особенностями развития, который оказался в обычном классе, как наладить процесс, да, для того, чтобы вот это все закрутилось, и практики поменялись, да, чтобы, там, были индивидуализированные программы обучения, да, подстроенные, чтобы были какие-то дополнительные занятия у такого человека, да, что сопровождение иногда можно, да, чтобы это все запустилось, и это должно, как бы, начать реализовываться, да, потому что, ну, допустим, закон существует, закон об инклюзии существует, но он, знаете, как существует? Ну, на бумаге, в безвоздушном пространстве, да, Ну, или в отдельных точках каких-то, да, в отдельных местах. Да, да, и пока дети не придут в школы, да, и мы знаем, что этот процесс действительно идет довольно часто тяжело, мы на практике это ничего не увидим, это не будет реализовано, закон останется в пустоте, и, ну, это уже непосредственная, как бы, реализация в жизнь наших прав, прав родителей и прав наших детей, да. На самом деле мы знаем и такие случаи, и такие, да, мы знаем случаи удачной инклюзии, и случаи неудачной инклюзии, когда она идет тяжело, да, но без того, чтобы пойти в этот лес, да, нельзя ничего сделать, да. Ну, и, наверное, вот, как-то мне так сейчас хочется еще поговорить про одну такую очень важную вещь, да, про изменение там социальных услуг, да, на которые семьи могли поменять. Ну, вот, смотрите, все-таки одно из таких самых острых вопросов, вот, как мы видим, там, разговор с родителями, да, является вопрос о том, что будет с моим ребенком, когда я уже не смогу больше о нем заботиться, да, то есть понятно, что родители не вечны, да, и как в какой-то момент может настать, да, когда я, там, в состоянии моего физического здоровья, да, может не позволить мне заботиться, да, или, там, не знаю, или вообще у меня уже не будет в этом мире, да. И вот это вот, что сейчас, история о том, что сейчас ничего, кроме интерната, практически ничего нет, альтернативы нету, да, вот, а в интернате я не хочу, чтобы мой ребенок оказался, да, потому что я его люблю, и пока жизнь, там, не является достойной, да, я такой жизни не хочу для своего ребенка, ну, хорошо, если у меня еще есть какие-то родственники, то я могу уповать на то, что они как-то примут, примут эту эстафету, да, попечение, но, в общем, довольно часто нам то может казаться, что это так, да, то потом ситуация у этих родственников может поменяться, да, и тут никаких гарантий, мы про себя-то ничего гарантировать не можем, да, про родственников тем более, да, вот у них обстоятельства тоже могут поменяться, ну, в общем, короче говоря, вот эта вот жизненная перспектива, да, вот что будет после 18 лет, да, или, там, после его 30-летия, да, где он будет жить, будут ли условия жизни достойны, сможет ли он работать, будут ли у него друзья, там, и так далее, будет ли он же продолжать жить достойно в открытом мире, да, или он будет изолирован в этих чудовищных, как бы, тюрьмах-интернатах, да, это то, на что я сейчас уже могу начать влиять, да, объединяясь с другими родителями, поддерживая родительские инициативы, вообще, в принципе, даже размышляя про будущее, да, потому что иногда жизнь так тяжела, да, что, ну, единственное, вот перспектива вот этого будущего может быть столь пугающая, да, что я могу сказать вот на уровне, ну, таком моем человеческом, все, я о будущем не думаю, да, я думаю только вот о сегодняшнем дне, да, я концентрируюсь на нем, и мне бы, слава богу, вот этот день прожить, да, но где-то там, да, вот стоит за мной, за моими, там, не знаю, прикрытыми веками, да, стоит вот этот кошмар вот этого будущего, да, в котором я ни в коем случае там оказаться не хочу, да, и что будет, если там, ну, я сейчас, не знаю, вкладываю усилия в реабилитацию, да, если я не достигну того, на что я, там, надеюсь, да, вот, а если что-то пойдет не так, да, или пойдет, в общем, так, но человек не будет достаточно автономен. Значит, как я потихонечку сейчас на уровне сегодняшнего дня начинаю вкладывать в какие-то жизненные перспективы моего ребенка, да, уделяю ли я этому внимание, знаю ли я про какие-то другие возможности, знаю ли я родительские группы инициативы, которые на это работают, да, могу ли я принять в этом участие. Конечно, опять же, я понимаю, что, может быть, такая активная социальная жизнь, да, активная жизненная позиция, она, ну, как бы, не каждый чувствует, что он готов именно так вот в этом процессе участвовать, да, так активно, может быть, вот, может быть, нету действительно сейчас на это ресурса, да, нету какой-то силы на это, да, но, тем не менее, размышления в эту область, да, и, может быть, в тот момент, когда там более активные люди собираются, им нужна просто поддержка, да, иногда нужно собрать подписи, иногда нужно сделать чего-то такое небольшое, да, для того, чтобы изменялись социальные службы, да, для того, чтобы вот эти социальные институты тоже пришли в такое движение, да, вот, и постепенно все больше и больше соответствовали, ну, каким-то нашим представлениям о хорошей, достойной жизни, да, чтобы вот эта перспектива вот этого ужаса, она над нами не давляла. Ну, действительно, это такая тяжелая для всех родителей тема, иногда нет никакого психологического ресурса даже думать об этом, да, и многие же родители говорят, я вообще сейчас об этом тему, ну, на эту тему думать не буду, да, да, но на самом деле хотя бы даже, может быть, не работа в этой области, да, хотя бы знание о том, что какие возможны варианты, да, знание о том, что есть родительские организации, которые уже много что сделали в этой области, да, и какие-то там лоббируются какие-то законы, да, да, в, допустим, некоторых местах, мы знаем, Пскове, в Москве, во Владимире, например, сделаны уже какие-то первые шаги в этой области по созданию поддерживаемого проживания, да, должны нас как родителей, конечно, очень воодушевлять. Для меня очень важно знать, что, допустим, если я даже сейчас в этой области вот не работаю, да, допустим, у меня нет ресурсов, да, но есть уже в России места, где в этой части сделаны определенные шаги, да, это очень важно знать, что, ну, ситуация в эту сторону двигается. Ну, еще, наверное, очень важная вещь, которая есть здесь, в этой части схемы, это какое-то отношение общества вообще к людям с инвалидностью, да, изменение отношения общества к нашим детям, да, опять же, хорошо вернуться назад иногда, посмотреть, что было вот буквально 20-30 лет назад, увидеть, какие изменения произошли, да, и посмотреть, что в будущем мы тоже можем сделать в этой части много, да, конечно, если наших ребят не будет на улице, если они не будут появляться в магазинах, в общественном транспорте, если они не будут появляться в школах и детских садах, то общество и не научится общаться с нашими детьми, да, они так и будут немножко насторожены, в обществе будет, как бы, гулять вот эти мифы о том, что, ну, они и сейчас есть, конечно, но нам же нужно, чтобы это куда-то все уходило, потихонечку двигалось там, да, такой ребенок заразен, да, такой ребенок, да, его родители там, наверное, виноваты во всем, да, его не так воспитали, раз он так кричит, если мои дети будут с ним общаться, сидеть с ним в одном классе, значит, они будут хуже учиться. Вот всяких таких вот идей, их вообще, конечно, в обществе там гуляет много, или, например, дети злые, поэтому моему ребенку будет очень плохо в этом классе, потому что дети злые, они над ним будут издеваться. Вот этих всех вот таких вот разных-разных-разных идей, их, конечно, много, и они все прям четко направлены на изоляцию, на сегрегацию людей с инвалидностью, людей с ментальной, особенно инвалидностью, для людей с детским терминальным параличием, да, то есть здесь нам нужно тоже какой-то своей частью, ну, ощущать, что мы как родители вот сейчас своей жизнью можем изменять отношение людей, ну, к нашей, к этой ситуации, к нашим детям, да. Не знаю, в тот момент, когда я иду со своим ребенком по улице, да, я, конечно, понимаю, что, да, на него посматривают, ну, конечно, но это интересно, в общем-то, на самом деле. Если никто никогда не видел такого, то, конечно, это интересно. Нечто необычное привлекает внимание. Ну, а с другой стороны, часть людей уже, в общем-то, и привыкли, да, в нашем дворе, допустим, его знают хорошо, с ним здороваются соседи, всегда, если видят, что я там, допустим, с сумкой иду, всегда помогут там, там, спросят, не надо ли вам помочь, там, помогут, да. Вообще-то, если подумать и вернуться вообще в самое начало нашей таблицы наверх, где вот написано, кто так вам заботится, вот в нашем подъезде есть... Мы опять вернулись, но в сообщество. Да, даже я еще выше даже вернусь. Есть, в нашем подъезде живет мой сын, у которого тяжелые множественные нарушения, есть мужчина, который пережил 10 лет назад инсульты, у него нарушения, конечно, и речи, да, и двигательные нарушения. Есть несколько пожилых людей, которые уже немножко плохо перемещаются, да, и есть, ну, они уже в возрасте, есть мама с коляской, которой тяжело преодолеть, там, допустим, 10 ступенек, которые идут к лифту. То есть, вообще-то, в сообществе все время есть люди, которые требуют определенной заботы, да, для которых, ну, как бы, внимание, да, и которым нужна какая-то поддержка. Ощущая себя внутри вот этой вот прекрасной компанией людей, можно думать о том, что мы просто некоторые части, ну, как бы, у всеобщей нашей пепуляции человеческой, да, и, в принципе, нам было бы интересно всем вместе существовать, да, потому что, ну, потому что это просто часть нашего человеческого опыта, да, и рассказывая об этом людям, которые с этим никогда не сталкивались, да, мы можем наладить какую-то между нами связь и, в принципе, существовать достаточно комфортно друг с другом. Ну, и сообщать о своих потребностях, поскольку мы все граждане, да, возвращаясь на этот уровень общества, да, поскольку социальная система тоже не стоит на месте, да, и со всей наукой, там, да, и с сервисами, в том числе, и с медициной, да, нам, как потребителям, да, этих услуг, да, тоже очень важно разбираться в том, что является, не знаю, там, научно доказанными методами, да, что является, как бы, безопасными методами для наших детей, да, потому что если мы, наше отчаяние ведет нас в сторону того, чтобы пользоваться всем, да, то мы начинаем поддерживать и вкладываем собственные ресурсы, да, в те части, которые, вообще-то, могут быть очень так травматично сказаться в будущем на жизни и нас, и наших детей, да, то есть нам тут какое-то тоже такое объединение, разум, какую-то компетентность, нам здесь тоже нужно всем развивать, да, потому что, ну, вот, современный рынок, он так работает, да, что разные социальные и медицинские услуги, да, вот, появляются, и... Родителям сложно разобраться. Родителям бывает сложно разобраться, вот, а было бы очень неплохо, да, если бы мы все как-то к этому осознанно относились. Ну, вот, наверное, все, да, с точки зрения какого-то такого писания, последние такие завершающие фразы, сейчас мы перейдем к вопросам, да, 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 наверное, в целом наш комментарий такой, да, что, когда мы думаем о ресурсах в нашей жизни, да, о том, какие задачи перед нами стоят, да, очень важно думать про то, что есть разные уровни этих ресурсов, вот, они могут быть самыми-самыми разными, некоторые нам кажутся очевидными, потому что мы привыкли имя пользоваться, у нас есть хорошие навыки для того, чтобы, ну, как бы их привлекать, ну, не знаю, там, я очень хорошо регулирую, там, уровень собственной тревоги, да, и могу справляться с тревогой, да, это, ну, такие мои личные, как бы, навыки, да. Ну, или про ресурсы иногда понимают, что это, ну, это деньги, ресурсы, это, ну, какие-то материальные ресурсы, да, но как-то это ограничивает немножко. Да, да, но есть также ресурсы сообщества, да, к которым мы, в общем, можем получать доступ, да, нам важно, как бы, оценить, чего у нас есть и чего бы мы еще хотели, ну, вот, и есть ресурсы общества, которые нам тоже, слава богу, доступны. Да, их можно постоянно пытаться расширить даже. Да, и мы можем на их доступность влиять, да, вот, и это, как бы, такая очень богатая, богатые, не знаю, как сказать, источники, да, вот, все это вместе и наши личные ресурсы, и ресурсы нашего сообщества и общества в целом, да, в котором мы можем и развиваться, да, и сформировать новые ресурсы для себя, для каких-то окружающих нас людей, вот, и двигаться дальше. Нарабатывая вот эту самую резилиентность, чтобы быть такими же упругими, как хорошие каучуковые мячики. Хорошо, наши вопросы, да? Да, вот нас Елена из Челябинска спрашивает, как помочь открыться маме ребенка с церебральным приличом, если она не идет на контакт, не хочет даже оформить какие-то пособия на ребенка, не общается, не принимает помощь. Папа ребенка очень отрицательно относится к гостям и посещениям их семьи. Ну, это сложный вопрос, на который, наверное, нет такого быстрого, как и на большинство вопросов, но у меня, по крайней мере, нет быстрого ответа. Все зависит от того, все-таки вы вхожи в эту семью, имеете ли вы возможность разговаривать или нет. Если вы имеете возможность беседовать с кем-то из членов этой семьи, то можно аккуратно обсудить, какие есть опасения. То есть, скорее всего, это фантазия моя, по-моему. Ну, потому что мы не знаем эту ситуацию, мы не знаем этих родителей, но фантазия наша на эту тему может быть такая, что люди боятся таких острых столкновений, боятся, что контакты будут неприятны ни для ребенка, ни для них самих, боятся столкнуться с обвинениями. И можно просто попробовать поговорить про это. Может быть, просто можно увеличить некоторое количество, ну, условно, так я в кавычках скажу, количество улыбок вокруг этой семьи. Какого-то такого, принимающего комфортной ситуации вокруг них. Ну да, иногда нам кажется, что мы в такой крепости, как родители, держим оборону, но кто-то приходит и улыбается нашему ребенку, и просто выстраивает какой-то небольшой контакт, говорит про то, что ему приятно общаться с ребенком, и это может вообще расслабить ситуацию. Но это не быстрое. И вообще часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что семьи не сразу оформляют инвалидность, не оформляют действительно пособие. Иногда это тянется долго. Это связано, прежде чем с тем, что, понимаете, оформленное пособие – это признание того, что ребенок инвалид, да, что… Теперь жизнь другая. Теперь жизнь будет другая. Иногда раньше пособия были очень маленькие, да, и действительно казалось, ну хорошо, тысячу рублей туда, тысячу рублей сюда. Сейчас, в принципе, пособия значительно выросли, и нам действительно кажется иногда странно, ну почему же люди отказываются от хороших денег, которые могли бы, они сами могли бы их потратить на этого ребенка, на его реабилитацию, на, там, не знаю, отдых, и на все, что им нужно, да, на самые разные вещи, да, но это кажется неразумным, да, но на самом деле вот это психологическое какое-то препятствие, да, вот это вот ощущение, что да, мы должны… Это пособие признает, ну как бы делает то, что мы не очень хотим признавать, мы не хотим окончательно стать родителями ребенка с инвалидностью, да, эта ситуация есть, может быть, если есть возможность, и такая семья могла бы быть включена в какую-то программу, в какое-то родительское сообщество, где есть уже много родителей, которые живут обычной наполненной жизнью, но при этом уже у них оформлены пособия, у них признана инвалидность, и видно, что, в общем-то, жизнь от этого не разрушилась, да, то это было бы для этой семьи тоже, я думаю, довольно терапевтично. Да, может быть, какие-то действительно взаимодействия этой семьи в тех местах, когда они сами выходят, не у них дома пока, да, какая-то дружба, ну или дружба, или общение, не знаю, в каких-то центрах, куда они посещают, да, в других коллективах, может быть, это бы стало таким шагом в сторону. Но вообще есть ещё такой вопрос, да, всё-таки мы сейчас вступаем на очень такую скользкую тему, да, но территорию, да, но тем не менее, да, всё-таки ребёнок должен получать образование, да, до определённого возраста семья может думать, что она его, там, обучает, как бы, дома, да, но вообще посещает ли этот ребёнок образовательные учреждения, и что там, как бы, происходит, да, и кто, ну, как бы, кто наблюдает за этой семьёй, да. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация, конечно, благожелательна, как бы, решалась бы, да, но вообще есть социальные службы, которые, конечно, если совсем, как бы, скорее всего, это не про эту ситуацию, но тем не менее, семья совсем, как бы, существует такой изолированной ситуации, мы очень хотели бы, чтобы, конечно, в такой семьёй там работали, да, с точки зрения того, что просто вот есть определённые права у их ребёнка, да, и в том числе не только их позиция как родителей, да, но права их ребёнка, вот, и эти права тоже надо защищать. — Наверное, следующее. — Да, не знаю, Елена, ответили мы на ваш вопрос, вот, ну, пока... — Старались. — Да, Евгений из Новокуйбышевска. — Что можно попробовать сделать, если в семье с особенным ребёнком сильна установка, что никто их не понимает, и специалисты, помогающие в профессии, психологи, например, ничем им всё равно не помогут, и присутствует сильное обидное общество. — Вы знаете, я вот считаю, что, наверное, каждая семья, может быть, в какой-то момент проходит через вот такое ощущение, да, что действительно никто не понимает, потому что... — И действительно никто не понимает. — Потому что каждый такой ребёнок, каждая такая семья, каждая такая история — это совершенно индивидуальное событие, которое неповторимо. — И проживается. — Общаться каждой мамой, каждым папой, каждой семьёй абсолютно индивидуально, да, то есть вот это ощущение, что именно ваша ситуация абсолютно уникальна, именно вот у нас такая ситуация, она, да, и нас никто не понимает, да, это какой-то период, да, но, с другой стороны, наверное, нам кажется, что терапевтично, опять же, общаться, общаться с разными семьями, общаться не только с семьями, где есть дети с детским церебральным параличом, а, может быть, с детьми, где есть дети с аутизмом, дети с другими какими-то нарушениями, общаться с семьями, где есть дети такого же возраста и есть дети, допустим, старше или младше. Допустим, когда мы делаем свои программы, в наших программах мы часто смешиваем возраста, да, то есть могут, например, в детский лагерь, в семейный лагерь поехать, например, семьи, где детям два года и семьи, где ребятам 20 лет, да, вот это вот общение и, как бы, перемешивание всех, да, возможность общаться родителей между собой даёт тоже такой, ну, интересный эффект, да, что действительно люди понимают, да, мы не уникальны, в общем-то, да, у нас, в общем-то, ситуация, у одних в одной части лучше, условно, да, у других в другой части лучше, в общем, они разные, да, и в этом нет никакой уникальности, и родители между собой могут найти действительно какие-то точки соприкосновения, которые они могут обсудить, и как-то эти вопросы, ну, становятся не такими жёсткими, может быть, такие установки становятся не такими жёсткими. – Ну, я тут ещё… – Тут ещё про специалистов? – Да, ну, про специалистов я… – Что значит «не помогут»? – Да, что значит «не помогут» и какие именно специалисты, да, ну, ничего греха таить, действительно, часть психологов, которые работают в социальной области, могут иметь, да, и педагогов тоже могут иметь пока ещё недостаточную квалификацию, вот, и, может быть, хотя кажется, что если есть какая-то такая, ну, душевная боль, то можно идти именно к этим специалистам, да, то не всегда бывает, что заход прямо туда в психологическую консультацию, да, или каким-то психологам может принести облегчение. А в ответственность профессионалов в целом, которые работают с семьей, на мой взгляд, входит такая вещь, да, как формирование, совместное формирование программ помощи, ориентированных на потребности ребёнка и семьи. Да, то есть, когда мы, как бы, начинаем, вот это доверие специалистов, да, оно вырастает прежде всего не на том, что мы готовы обсуждать какие-то глубокие личные переживания по поводу тех или иных ситуаций, да, вот, а мы как специалисты начинаем вообще, в принципе, говорить про то, как устроен день, да, что внутри этого дня можно поменять, и тогда вот это вот доверие может формироваться, да, люди видят, что то, что происходит с ребёнком, ну, меняет их такую повседневность, да, вот, и что они могут, что этот человек достаточно понимает тяготы и радости их жизни, да, и может помогать им всем вместе, как бы, адаптироваться, да, и тогда это не обязательно, как бы, психолог, да, который входит в эту ситуацию, да, это просто, как бы, человек, это просто специалист, ну, как бы, с достаточными навыками, там, технологиями есть, да, и там, опять же, хорошо, что есть разные технологии, там, да, разные методы оценки, например, которые учитывают вот эти вот запросы повседневные, да, и когда можно обсуждать в том числе всякие сложности, которые есть у родителей, да, в контексте просто повседневных вот этих самых рутин, да, и менять, менять жизнь, помогать, менять, ставить задачи какие-то, да, вот, на уровне такой повседневной жизни, да, вот, и это может, ну, как бы, таким непрямым образом помогать, да. Тут скорее какой-то вопрос такой, знаете, как никто не понимает и никто не поможет, если мы говорим, если ставить вопрос о том, что, да, этот ребёнок не будет обычным уже никогда, да, потому что это стабильное нарушение развития, да, оно не излечится, да, абсолютно, да. Навыки приобретутся, да. Навыки мы будем приобретать, ребёнок может развиваться, допустим, мы можем учить навыкам определённым, я не знаю, какая там ситуация, ну, например, мой сын учился около трёх лет есть самостоятельной ложкой, около двух лет он учился пить из чашки, да, и до сих пор даже этот навык у нас не очень хорошо автоматизирован, потому что довольно часто он не может поставить, когда пьёт, например, чашку на стол, да, она зависает у него в воздухе, он хочет куда-то её там… – Падает, да. – Она падает, может быть, да. Ну, то есть мы работаем в определённой, совершенно конкретной ситуации, а вот такая фраза, как «всё равно не помогут» и «никто не понимает», это такая фраза, как бы, действительно общая, в ней действительно сделать практически ничего нельзя, да, эту ситуацию никто не может вернуть назад, да, и как бы вот её совсем изменить. Но работать в конкретных ситуациях, которые прям вот по потребностям этой семьи и по потребностям этого ребёнка, конечно, можно. – Да, и их нужно очень, опять же, да, ещё раз, их нужно очень конкретизировать, да, что на уровне того, что сейчас было бы важным изменением жизни, да, что хотелось бы изменить, да, в чём хотелось бы помощи, да, какие вещи могли бы облегчить хотя бы на немного ситуацию. – Нужны быть конкретные шаги в конкретных вещах, которые можно увидеть результат через некоторое время. – Да, ну и не все люди готовы прямо действительно сразу обсуждать такие очень личные переживания, да, вот, а нам здесь как специалистам, да, или каким-то людям, которые там нечто рекомендуют, надо быть очень аккуратными, вот, в общем, действительно, может быть очень научиво-болезненно, да. – Надо быть аккуратным. – Да, просто аккуратным. – Здесь наши контакты, если вы хотите связаться с нами, то милости просим, наши телефоны, мейлы, вот, у нашей организации есть страница в Фейсбуке, она, наверное, такая самая наполняемая. – Там сайт. – Да, сайт есть, вот, и страница ВКонтакте. – И, в общем, спасибо всем, до свидания, удачи. – Спасибо, да. – Всё добро, всё счастливо. – Счастливо.